за что мы можем полюбить средневековое искусство средневековье люди эпохи возрождения презрительно называли время между падением римской империи и новым возвращением к античным традициям в 15 веке то есть целое тысячелетие с 5 по 15 век выглядело в их глазах упадком и деградацией действительно пропорции человеческого тела в средневековье были довольно произвольными большеголовые человечки с маленькими телами или слишком вытянутые тонкие фигуры не было перспективы света тени не было иллюзии объема или глубины пространства сравнивая римскую статую со средневековым рельефом или богоматерь с древней фрески с девой марии арфаэля неподготовленный зритель тоже сделает вывод что средневековые художники не умели рисовать но не стоит спешить предлагаю разобраться на протяжении истории человечества искусство менялась можно разделить все стили и направления на два типа стремление к жизнеподобию к реалистичному изображению мира и полный разрыв с реализмом уход искусства в сторону декоративности у второго типа искусства куда меньше поклонников широких массах так как мало кто понимает его это неудивительно ведь жизнеподобное изображение предназначено для всех оно понятно напрямую и легко взаимодействует со зрителем а второй тип искусства это зашифрованное послание некий тайный знак доступный лишь тем кто может его прочитать она использует незнакомые всем образы а символы и наслаждаться и могут только интеллектуалы способные прочитать этот тайный шифр таковое искусство средневековья почему средневековое искусство пользуется символами дело в том что оно было исключительно религиозным оно занимало такое большое место в духовной жизни людей как никогда больше в истории его уход от реализма связано с особенностями христианской религией христианское искусство сложилось еще в эпоху античности в раннехристианский период раннехристианским называют период от зарождения христианством где-то в первом веке до нашей эры до первого вселенского собора называемого никейским 325 году он прошел тогда христианство стало главенствующей религией в римской империи в древнем риме кстати еще до этого момента была свобода вероисповедания так как государство то было многонациональным но запрещалось проповедовать те религиозные учения где практиковались первое человеческие жертвоприношения с этим безобразием римляне старались бороться второе массовые самоубийства что в общем то можно как-то понять или призыв к бунту против римского владычества христианство к сожалению попадала под последнюю статью поэтому христианам приходилось тайно вести свою деятельность они собирались подземных туннелях катакомбах которые были прорыты в грунте и предназначены для захоронения умерших это были христианские кладбища стенах темных узких коридоров делались ниши туда клали тела и замуровывали эти туннели иногда расположены в несколько ярусов друг на другом и беспрестанно разветвляются настоящий лабиринт иногда они заканчивались прямоугольными помещениями кубикулами на стенах катакомб сохранились росписи по которым можно судить как изначально формировалась христианское искусство кстати когда в конце 16 века катакомбы были случайно обнаружены рабочими оказалось что большинство могил разграблено это связано с тем что захоронены там были первые христиане многие из которых были конечно христианскими мучениками потому что они погибли мученической смертью за свою веру а в раннем средневековье процветала торговля мощами частями тел святых их просто растащили и распродали по монастырям звучит максимально кощунственно но из песни слов не выкинешь исторический факт и так вернемся к христианскому искусству почему она нереалистично чтобы понять это можно сравнить средневековье и античность для тех кто не в курсе античность это культура древней греции и древнего рима античные боги нам понятно посейдон море аполлон солнце афродита любовь а христианский бог он не солнце не море он на это все создал он вечный и бесконечный то есть трансцендентный это латинское слово где транс переводится как через а цензус граница то есть трансцендентный значит через границу потусторонний он по ту сторону нашей реальности море мы можем увидеть и ощутить а христианского бога его нельзя увидеть глазами только почувствовать сердце аристотель древнегреческий философ говорил что логика исключает противоречие то есть можно доказать что 1 равно 1 2 равно 2 3 равно 3 а если мы скажем 1 равно 3 то это противоречие но давайте вспомним три христианских догмата три единства бога непорочное зачатие воскресение христиане говорят 3 равно 1 родила ребенка оставшись девой и мертвый воскрес противоречие но христианские принципе нельзя научно обосновать в них нужно верить мы привыкли понимать суть вещей через сравнение мы знаем что земля это шар мы можем представить шар просто посмотрев на апельсин например но христианство вводит понятие бесконечности которую совершенно не с чем сравнить значит христианский бог непостижим о нем и о многих христианских понятиях можно говорить только символами и аллегориями символика характернейшая черта христианского искусства в явлениях материального мира видели лишь отблеск или знак высшей реальности недоступный восприятию человека на рубеже старой и новой эры вилон александрийский применил подобный символико аллегорический способ прочтения к тексту торы он полагал что книга данная людям богом обладает тайным смыслом скрытым в каждом элементе текста вплоть до отдельных слов или даже букв христиане восприняли эти идеи и применили метод символического прочтения на явление природы жизнедеятельность человека и ну конечно же тексты священного писания в период средневековья в христианских странах мир изучался через изучение библии античный принцип изучения мира через наблюдение и эксперимент был забыт вплоть до эпохи возрождения росписи катакомб свидетельствуют о том что христианская символика была достаточно разработана уже к концу второго века нашей эры юноша пастух это образ христа так как он сам сказал я есть пастырь добрый виноградная лоза тоже символ христа я есть истинная виноградная лоза отец мой виноградарь рыба символ христа так как если взять первые буквы греческих слов иисус христос сын божий спаситель то получится греческое слово рыба ихтус святой дух изображается в виде голубя корабль это церковь так как она ведет души людей к спасению через пучину мирских искушений якорь символ вечного покоя пальмовая ветвь победа над смертью феникс символ возрождения одним из самых распространенных образов была оранта фигура с поднятыми руками символ представшего перед богом усопшего человека зрителя приковывает горящий взгляд огромных глаз зеркало души постепенно в образе оранты начали изображать богоматерь изображение событий священного писания превратились в систему знаков которые были обращены к разуму подготовленного зрителя вы можете мне возразить и сказать а как же голландское искусство 17 века там тоже сплошные знаки и символы но при этом все выглядит реалистично дело в том что создание христианских изображений осложнялась еще и спором между иконоборцами и иконопочитателями иконоборцы говорили что создание культовых изображений это возврат к языческому идолопоклонству вследствие чего первые полтора века христиане вообще ничего не рисовали не делали статуи а потом старались выработать новый художественный язык который был бы максимально не похож на ненавистный им древнегреческий или древнеримский то есть нереалистичным так как же полюбить средневековье ответ очевиден изучить его научиться читать символы расшифровывать закодированные послания вы сможете интеллектуально наслаждаться разгадывая ребусы и загадки но да этот способ долгий и трудный но есть еще один путь быстрый и простой все же художественный гений на протяжении тысячи лет не сидел без дела и талантливые средневековые живописцы скульпторы и архитекторы в пределах доступных им скудных выразительных средств смогли создать нечто поистине мощное и уникальное если вы не специалист то вам трудно это будет ощутить посмотрев на икону музея или на репродукцию в книге чтобы понять нужно прийти в настоящий древний средневековый храм причем во время богослужения пространство в котором вы будете находиться сочетании с происходящим действием светом свечей звуками словами и пением заставит любого человека даже далекого от религии отчетливо почувствовать своим сердцем бога что в сущности есть единственный путь веры для христиан вы переживете сильнейшие эмоции которые также можно считать катарсисом то есть потрясением от взаимодействия силой искусства друзья если вы хотите узнать еще больше интересных сложных но в то же время рассказанных простым языком фактов об искусстве культуре подписывайтесь на мой инстаграм или группу вконтакте ссылки в описании к видео и не забывайте ставить лайки и подписываться на канал чтобы не пропустить следующие видео которые выйдет через неделю пока пока